Первый этап замены брусчатки на набережной завершен. Работы начали еще до нового года и вот по свежему покрытию уже гуляют жители и гости курорта. Прошелся по новой брусчатке и глава Сочи. Он отметил, новая плитка более долговечная, нежели та кафельная, которую уложили когда-то местные предприниматели в надежде на преференции от прежних властей. За это предпринимателям разрешали делать временные торговые объекты на пляжах. Ну, к чему это привело, мы знаем. Предприниматели кое-где воспользовались тем, что пошли в суд и каким-то образом узаконили беззаконие. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временная часть объектов на набережной. Сегодня магазины, кафе, рестораны – это наследие прошлого. Но время изменилось, напомнил глава Сочи. Сегодня задача – открыть доступ к морю. Набережная должна быть набережной. И на набережной должно быть то, что не превращает торговый ряд. Администрации были разработаны эскизы, их отдали предпринимателям на исполнение. Однако последние отнеслись к инициативам властей по улучшению облика слишком вольно. Вместо зонтиков, шезлонгов, аэрариев и легких разборных конструкций на пляже вновь выросли стационарные торговые точки, единому архитектурному облику никак не соответствующие. Анатолий Пахомов обращается к предпринимателям. Нужно снести объекты, противоречащие проектам. В противном случае кафе и магазины будут снесены уже по суду. Всю эту работу мы будем проводить по закону. А чтобы ее провести по закону, нам необходимо подать судебные иски. Мы должны по большому счету выиграть это все и успеть еще в апреле месяце привести в порядок набережные, привести в порядок окружающие, пляжи сделать. Пляжи мы, конечно, в мае месяце должны засыпать, сделать их широкими. Поэтому работы у нас достаточно много. Но эта вся работа на благо Сочи. Все работы нужно закончить в самое ближайшее время. Ведь пляжный сезон уже не за горами. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.